Между основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и Российским Министерством Обороны разгорается очередной конфликт. В сети разошелся ролик, где два боевика с закрытыми лицами нецензурно критикуют главу генштаба Валерия Герасимова. Начальнику генерального штаба, ты пи*** и чёрт, да больше не воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разговаривать, мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец. Несмотря на то, что на одежде одного из боевиков видна нашивка ЧВК Вагнер, некоторые прокремлёвские ресурсы заявили, что видео создали якобы для дискредитации российской армии. Цель такого провокационного видео не очень понятна. Любой здравомыслящий человек поймёт, что это провокация и уж кто-кто на бойцы ЧВК Вагнер с жёсткими порядками этой организации. На запись такого обращения бы не пошли никогда. Единственное, для чего может быть использовано это обращение, для внутреннего потребления украинской аудиторией. Однако Евгений Пригожин подтвердил ролик, не провокация, и постановка его сняли именно вагнеровцы, которые находятся в окопах в то время, когда чиновники греются в тёплых кабинетах. Заехал к ребятам в землянки. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. Что когда сидишь в тёплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. А когда вытаскиваешь каждый день тела своих товарищей и последний раз их видишь, то боеприпасы очень нужны. И хочется, чтобы все шевелились и хоть как-то задумывались над тем, каково им там, на передовой. Украинские военные эксперты уверены, подобный конфликт в России невозможен без кивка со стороны Путина. По мнению аналитиков, возможно, таким образом действительно готовится почва для снятия с должности Валерия Герасимова. Есть определенный момент, связанный с противостоянием между частниками и военными, военными именно Генштаба. Этот конфликт нужен, скорее всего, и политической верхушке Российской Федерации, потому он не купируется. Он как-то подсвечивается и может действительно привести к определенным кадровым изменениям в основном в Генштабе Российской Федерации. Кто заменит Герасимова, вопрос открытый. Но в любом случае это будут лояльные режиму люди. Хотя и нынешнего главу Генштаба сложно назвать оппозиционным. Заменить, допустим, таможие Герасимова или часть штабных работников на каких-то своих управляемых людей, которые могут уже потом при определенных политических катапелизмах в России быть подспорьем для выполнения определенных задач. Вагнеровцы так дерзко критикуют Герасимова, хотя ЧВК отчасти финансируется Минобороны и обеспечивается лучше остальной армии. Дело в том, что без музыкантов, чьи ряды пополняют сотни бывших заключенных, готовых идти на смерть, наступление России в Донецкой области, скорее всего, захлебнется. В то же время наемничество официально запрещено в РФ, поэтому Москва не признает, что львиную долю заданий по захвату территории на Донбассе выполняют именно вагнеровцы. Например, официальный представитель Минобороны Игорь Коношенко в своих сводках вообще не упоминает оркестр Пригожина. Тем временем в эфире провластных СМИ наемников уже называют героями, элитой и лучшими из лучших. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» новые участки на южной окраине города взяли под контроль передовые отряды ЧВК «Вагнер». Музыканты, которых знает весь мир, наводят ужас на неонацистов на артемовском направлении. Оркестр не смолкает ни днем, ни ночью. Музыканты – основная сила под Бахмутом, и Пригожин этим пользуется. Он не в первый раз критикует официальных лиц. Под горячую руку основателя ЧВК попадали генерал Минобороны Александр Лапин и министр обороны Сергей Шойгу. А с властями Санкт-Петербурга у Пригожина вообще происходит политический пинг-понг. Повар Путина критикует губернатора Александра Беглова за то, что экс-заключенного, погибшего на Донбассе, отказались хоронить на Аллее славы. В ответ власти Петербурга обвиняют Пригожина в использовании трупа боевика для политического скандала. Все это привело к тому, что по информации ресурса «Важные истории» Пригожин настроил против себя друзей Путина, Минобороны, ФСБ и администрацию президента в лице Сергея Кириенко, который курирует оккупированные территории. Но украинские эксперты уверены, без одобрения Путина Пригожин вряд ли позволил бы себе подобные выпады в адрес официальных лиц. Пригожин сам по себе, он человек, который ориентирован на Путина, потому что все, что делает Пригожин, это нужно Путину, и он это одобряет. По мнению главы украинской разведки Кирилла Буданова, Пригожин с таким фанатизмом пытается через своих наемников захватить Бахмут, чтобы нанести удар по авторитету российской регулярной армии и лично по Шойгу. Командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин, по словам Буданова, поддерживает именно Пригожина. В украинском центре национального сопротивления подтверждают, влияние вагнеровцев среди российских военных будет усиливаться. Пригожин обвиняет в провалах Шойгу и Герасимова, а те, в свою очередь, кивают на Путина. По нашей информации, состоялась неофициальная встреча Пригожина и главы администрации президента России Антона Войно, на которой обсуждались неудачи россиян в Украине. Пригожин и дальше настаивает на том, что Шойгу должен понести ответственность. По данным различных медиа, после обвинений Евгения Пригожина в среде высшего военного руководства РФ нарастают противоречия. В то же время, подобные конфликты могут иметь последствия выстрела самих себя и привести к расколу, что сразу же повлияет на ход войны. В не лучшую для российской армии сторону. Продолжение следует...